В Уральске стартовал мастер-класс для переводчиков-синхронистов. Никакой теории, только жесткая практика. А как иначе? Ведь эта деятельность – настоящее призвание, не иначе. Занятия проводит опытнейший синхронист. В течение следующих пяти дней участники мастер-класса должны стать настоящими профи в этом деле. С ними встретилась наша съемочная группа. Отрывок стихотворения на казахском, отрывок на русском. Поэзия – один из сложнейших языков литературы, но иначе никак. Перед синхронистами сразу ставится самая высокая планка, от которой отступать нельзя. В противном случае даже идти в эту сферу не нужно. Преподаватель Западно-Казахстанского университета имени Мохамбета Утимисова Бактагульш-Гемгиреева уже второй раз проходит курс. Она говорит, что самая сложная в практике синхрониста – это предугадывать мысли говорящего, поскольку перевод идет буквально следом, и времени задуматься практически нет. Что-то изменилось в вашей работе после этих курсов? Конечно, человек не должен стоять на одном месте, он должен все время совершенствоваться. Развиваться, и эти курсы задают тон в нашей работе, потому что мы не просто приходим, а нам дают домашние задания, мы их выполняем, что требует определенного внимания, где-то нужно поискать материал, то есть это очень хорошо. Курс по синхронному переводу ведет одна из основоположниц данной сферы в Казахстане. Наша съемочная группа обратила внимание, что сегодня на ее занятиях преимущественно представительницы прекрасной половины человечества. Камал Альпийцева признает, что когда она начинала свой трудовой путь, все было совсем иначе. А вы знаете, когда я сама 30 лет тому назад пришла в отдел перевода, тогда парламент назывался Верховный Совет Республики Казахстан, тогда в отделе я была первой женщиной, которая пришла в отдел перевода, потому что перевод считался очень трудной сферой. А сейчас в том отделе, где я работала, откуда я вышла на пенсию, в Сенате Парламента Республики Казахстан, две трети женщины, мужчин мало. Стоит отметить, что подобные мастер-классы проходят уже не первый раз в нашем регионе. Данные продлится в течение пяти дней. Группа обучающихся небольшая и включает около 12 человек. Алексей Кочемасов, Рустим Ищанов, Саид Самигула, телеканал Акжейк.